С 1 октября пенсии почти для 95 тысяч человек будут повышены. Это увеличение является заключительным четвёртым этапом пересчёта реформы, осуществляемой правительством. Индексация коснётся пенсий по возрасту и по ограничению возможностей, назначенных в период с 1 января 2014 по 31 марта 2017, при назначении которых был учтён доход лица, полученный после 1 января 1999 года. По данным Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, средняя пенсия по возрасту увеличится на 308 леев, а пенсия по ограничению возможностей на 415. Индексация проводится по умолчанию и не требует никаких действий со стороны получателя. Этой комплексной реформой мы хотели исправить несправедливость. Теперь у нас есть уверенность в том, что мы заложили основы справедливой пенсионной системы. После завершения последнего этапа мы можем сказать, что вовремя, с учётом обесценивания денег, скорректировали пенсии для всех тех, кому её несправедливо насчитали после 2000 года, сказал премьер-министр Павел Филипп, инициировавший пенсионную реформу. Процесс пересчёта, который является частью пенсионной реформы, был начат в 2017 году, и правительству удалось завершить его на полтора года раньше намеченного срока. В результате реформы были пересмотрены пенсии сотен тысяч человек. По данным Национального бюро статистики, в начале 2018 года в Республике Молдова проживали почти 630 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет почти 18% от общей постоянной численности населения. Около 60% от общего числа пожилых людей составляют женщины, а чуть более 56% проживают в сельской местности. Каждый третий человек имеет 60-64 года, а 13,2% – это люди старше 80 лет. По данным НБС, в городской местности преобладают пожилые люди в возрасте до 69 лет, а в сельской местности – в 70 лет и больше. Число лиц в возрасте старше 60 лет постоянно растёт. В прошлом году коэффициент старения населения зарегистрировал рост по сравнению с предыдущим годом на полпроцентных пункта, что соответствует высокому уровню демографического старения.